Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в студии телеканала Думская ТВ на своей авторской программе «Достояние Одессы». Это программа о тех людях и их деле, которые продвигают Одессу, которые прославляют Одессу. И, собственно говоря, благодаря им, этим людям, наш город замечательный процветает и движется вперед. Мы живем возле моря. И море вошло в нашу жизнь незаметно. Мы не всегда понимаем, как важно оно для нас. Оно создает нам настроение, оно создает нам экологию, оно создает нам наши рабочие места, что самое интересное. И есть компании, которые делают в этом направлении громадное-громадное дело. Это крюинговые компании, которые кормят Одессу, как выяснилось, да, и дают возможность нашим морякам, несмотря на то, что у нас нет сейчас своего флота, они дают нашим морякам плавать. Сегодня в гостях у меня будет замечательная компания. Я считаю, что это ведущая компания в Украине, крюинговая компания «Марлоу Навигейшн Украин». И у меня в гостях заместитель главного генерального директора Сергей Игоревич Хлопков. Здравствуйте, Сергей Игоревич. Добрый день. Субтитры подогнал «Симон»! Добрый день. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Да, рядом с нами же находится училище «Маринеска», тоже замечательное, славное училище, которому более ста лет. И рядом море, мы с вами видели это море. И море, порт, краны. И солнце. То, что сопровождает Одессу. Солнце. Это замечательное весеннее настроение. Я вам благодарна за то, что вы тоже чувствуете так же, как я. Мы с вами по-видимому романтики. Хотя, с другой стороны, как моряки могут не быть романтиками? Они, по-видимому, все романтики. Когда-то начинали они. Когда приходят. Заболев морем. Итак, Сергей Игоревич, я хочу начать первую часть моей программы. Мы замечательно ее начали с такой преамбулы романтической. Первая часть моей программы о том, как создавалась компания. Я знаю, что Marlowe Navigation у всех на устах. Все прекрасно знают, что это такое знают, где находится на Александровском проспекте, угол Троицкой. Все прекрасно знают. И моряки в первую очередь. Репутация компании очень высока. Истоки. Создавались. Сначала была компания Crystal Marina. Был во главе компании. Был человек. Была идея. Он есть. Существует генеральный директор нашей компании. Капитан Эвзри Борис Михайлович. Который учредил в далеком 96-м году, плавая, будучи капитаном, учредил компанию, которая называется Crystal Marina. Первое крюинговое агентство Crystal Marina. То есть человек искал что-то на берегу, считал, что может сделать что-то большее. Если вы помните, 90-е годы – это период неустойчивости, распад пароходства, распад ЧМП, уходят пароходы из Украины, обретенная независимость, но еще не переписанные законы. То есть масса, комплекс проблем. И тут создается компания, где компании повезло. Огромное везение встретить партнера. Можно создать сотню компаний, и они не будут работать. И наше везение было, когда создали Crystal Marina в 96-м году, в 97-м году встретить и уже подписать договор о партнерстве с компанией Marla Navigation. Marla Navigation Кипр, но это немецкая компания. Немецкая компания. Вы знаете, Сергей Игоревич, я познакомилась с Борисом Михайловичем. Он сказал, что есть замечательный человек, который лучше меня расскажет. И я вижу, что это в самом деле так. Но я понимаю, как важно, когда у истоков стоит личность. Мое первое знакомство, и просто, когда я увидела этого человека, я поняла, что этот человек… Ведь остались же моряки, правда? Исчезло пароходство, но моряки же никуда не делись. И Борис Михайлович, капитан дальнего плавания, видимо, понял потребность того, чтобы дать этим людям возможность зарабатывать на жизни, на семье. Итак, у вас возник партнер. Как важно иметь партнера? Наверное, самое глобальное в этом бизнесе, когда вы занимаетесь трудоустройством, когда вы предлагаете людям работу, вы должны верить, что то, что вы делаете, это не отправлять людей куда-то на галеры, не отправлять людей, как говорится, в неизвестность, а работать с теми партнерами, которые не только дают вам заработать, но и учат вас. Мы очень многому обучились во время работы с Марло. В принципе, мы, кто начинал компанию, мы все приходили с моря, и как такового опыта бизнеса крюинга, то есть обучения этому кому-то, мы не проходили. Мы это начинали, мы это делали, понимая, что нужен хороший капитан, нужен хороший старпом, стармех, и нам дали шанс в 97-м году. Были первые пять пароходов, куда поехали первые пять экипажов украинских. Первые люди, наши первые ласточки, эти люди ехали тоже, скажем так, в большинстве своем, наверное, частично в неизвестности, опыта под плаком еще не было, но разительное различие в зарплатах, между тем, что платили тогда еще в остатках пароходства и тех компаний, которые были на остатке постсоветского пространства. И эти ребята все сработали, вот то, что говорится. Они открыли дверь, когда немецкие судовладельцы, Marlon Navigation в основном это компания, которая работала в тот момент с немецким рынком, немецкими судовладельцами, и давайте отдадим должное, 96-98 год, это удачный период, очень большие инвестиции шли в German Shipping, поднималось, все было на росте. Нужны люди, нужны командиры, нужны офицеры в первую очередь, и тут приходят офицеры, которые срабатывают. Срабатывают лучше, чем попытки других национальностей, не хуже, чем национальности, с которыми они уже работали. Уже работали были на рынке поляки, поляки раньше как раз до нас вышли. Те же немцы еще были на борту, и они видят, да, это такие же специалисты, это такие же моряки, и это было классно, вот это было начало. Это очень здорово. Вы знаете, Сергей Игоревич, я знаю, что громадный приток сюда денег осуществляется благодаря морякам, и я знаю, что мы занимаем одно из первых мест, ну, скажем так, пятерки, наверное, тех стран, которые обеспечивают плавание судов по всему миру. Да, да, это так. Если взять статистику, опять же, утром специально пересматривал, я люблю опираться, когда в статистике говорю, на официальные источники есть такая авторитетная организация, БИМКО, это абсолютно, помимо официальных организаций, одна из крупнейших, ни правительственных, ни государственных морских объединений. Вот они говорят, что сегодня в мире, в мире глобально 1,6 миллиона, 1,7 миллиона моряков. 700 тысяч офицеров, 800 тысяч, 1,5 миллиона, это все, это включает все персонал пассажирских судов. Сегодня по конвенции МЛС, любой, кто имеет паспорт моряка, выполняет функции на борту, он моряк. И 5 топ-стран, Китай, Филиппины, Россия, Украина, Индонезия. 5 топ-стран. По офицерам мы топ-3 сегодня. Украина входит в топ-3 стран по офицерам. То есть мы в первую очередь страна, где традиции качественного образования... Еще продолжаются. ...качественного образования, я имею в виду сначала школы. Начинается школа. Потому что когда людям база закладывается, физика, математика, химия, почему градусник показывает температуру, простейшие вещи, которые во многих других странах, говоря о тех же Филиппинах, которые наш прямой конкурент, они непонятны, они не даются в школе. Не хватает школьного образования. Поэтому наши офицеры, наш образ мышления, наше образование, которое еще не разрушили, оно позволяет потом дальше учиться и идти по стези морской, где мы назывались не просто судоводитель, инженер-судоводитель. Судоводитель, инженер-механик. Это очень важно. Хочу поговорить еще о философии. Без нее никуда не обойдешься. Это очень важно. Мы с вами перед встречей готовились, и для меня было очень важно, и мне было очень важно слышать главные какие-то вещи, касающиеся вообще того, что происходит сейчас в мире. О том, что мир маленький, чрезвычайно маленький, что он очень беззащитен, что его нужно защитить экологически, что океаны для нас возможность самой дешевой доставки грузов. Как вы видите развитие этой отрасли? Это очень важно. Хочу об этом говорить. Да, если говорить, то мир судоходства меняется. И, наверное, вот за этими изменениями в мире судоходства идут и моряки, меняются моряки. Наверное, то поколение, которое 20 лет назад работало, совершенно другое, чем те поколения приходят сегодня. Сегодня мы говорили о том, что судоходство – одна из самых зарегулированных областей с точки зрения соответствия международным требованиям по защите окружающей среды, климата. Там все прописано? Прописано, приняты на себя обязательства. Например, просто говорится о том, что глобально весь глобал шиппинг в мире к 2050 году всего лишь 30 лет, но должен сократить выбросы СО2, так называемых парниковых газов, на 50%. К 2100 году прекратить вообще. То есть в данном случае, что есть, к 2100 году прекратить вообще? Не использовать двигатель внутреннего сгорания, который выпускает парниковый газ СО2. То есть переходить на новые технологии? Атомные технологии, фуллеровые паруса, все что угодно, но не выпускать СО2. Следующий год, начало следующего года, мы говорим Сульфур Кап. Сера, она вредна, она вредна в выхлопах, сера угрожает окружающей среде. Глобально мир, море, нельзя будет использовать топливо с содержанием серы выше, чем 0,5%. В особых областях 0,1%. К чему я рассказываю? Вопрос не к цифрам, вопрос тому, что судоходство самая контролируемая область. Когда мы возвращались в философию и говорили о том, что как же вот респонд судоходству, ответ судоходства, он вынужден, потому что есть регуляторные меры и должны соблюдать. А дальше за этим стоят люди. Самое главное, люди. Стоят люди, которые должны понимать, что происходит, должны понимать, что делать. И мы говорим о том, что не просто взять моряка, но надо постоянно обучать. То есть моряк – это та профессия, как и врач. Хороший врач никогда не останавливается в обучении. Он ищет новые лекарства, методы, технологии, исследования, биологии. Постоянно учится. Он постоянно учится до конца своей жизни. Моряк – офицер, работая до конца своей жизни, учится. Вот с этой части, когда вы сказали о людях, я понимаю, что самое главное – люди. Хотя я понимаю, помните, мы говорили с вами, что может быть когда-то будут роботы, но пока что люди. Кстати, а могут быть когда-то роботы на судах? Знаете, наверное, этот ответ будет интереснее всего ребятам, кто сейчас учится. Буду я иметь работу через 10 лет? Буду я иметь работу через 20 лет? А что будет через 30 лет? А вдруг это будет дистанционное управление? Сегодня в школе, а пойти мне в море. Я думаю, что в ближайшее время полностью автономных пароходов мы иметь не будем. Мы их будем видеть. Мы будем видеть автономные пароходы совершенно на коротких, изолированных маршрутах. Паром где-то в фьордах, где есть две точки входа-выхода. И вещь и автономия, она придет. Технологически, технологически сегодня мир готов. У нас летают спутники в космосе автономно. Но вопрос в том, что спутники не перевозят грузы. Так, это очень важно. Спутники не перевозят людей, не перевозят пассажиров, не перевозят опасные грузы, не перевозят скоропортящиеся грузы. Поэтому, наверное, будет идти все ступенчато. Первично это будет автономия в плане дополнительной автоматизации на борту. Сегодня так, экипажи сокращены. Если я не ошибаюсь, 26 тысяч ТО, 360 метров длиной пароход. Представьте себе, несколько футбольных полей. Экипаж 20 с чем-то человек. С ума сойти. Пароходское время на обычном сухогрузе экипаж был 56-60 человек. То есть экипажи сокращены за счет чего? Автоматизация всех процессов. Автоматическое обслуживание машины, датчики, сенсоры, компьютеры, программы. Реально существует, выходит на рынок, апробируется уже в компаниях программы. Искусственный интеллект – дистанционный помощник в решении навигационных ситуаций. То есть у вас есть ситуация, она мониторится, и вам искусственный интеллект не за вас решает. Он вам дает подсказку. Реально то, что возможно сокращение. Первое – это еще большая автоматизация, еще сокращение экипажей. К сожалению, это возможная потеря рабочих мест. Следующее – это дистанционно управляемый пароход. То есть пароход не автономно принимающий решения, а дистанционно управляемый из какого-то операционного центра, штаба, headquarter, назовите это как угодно, где есть связь и где сидят те же капитаны или операторы. Это уже сегодня операторы, диспетчеры, которые будут вести пароход, два-три парохода, сидя и меняясь вахтами уже в диспетчерском пункте. Третий этап, скорее всего, это автономный пароход. Но вот этот третий этап – полностью автономный пароход, который не имеет ни диспетчера, ничего, он принимает решения, он от точки А до точки Б доходит сам. Это еще очень-очень далекое будущее, глобально, как в судоходстве. И первая проблема в чем – это вопрос того, кто застрахует пароход, где нет ни одного моряка на борту. Сколько будет стоить такая страховка? Сколько будет стоить такая страховка? А что дешевле? То место, которое мы сэкономим за счет отсутствия экипажа на борту, то есть это можно больше груза погрушить, вместо рубки, вместо надстройки, не надо брать запасы, провизию, пресную воду, делать санитарные системы на борту, то есть дешевле – постройки парохода, с другой стороны – система автоматизации. То есть это вопрос баланса цен. И когда цена моряка станет настолько высока, что автономный пароход станет абсолютно выгодным, вот тогда это сработает. И регуляторные вопросы. Регуляторные, я полагаю, еще лет 10-15 автономное судоходство будет проходить все циклы подтверждений по безопасности. Мы говорили о том, что судоходство – самая зарегулированная область. У нас есть 4 книги Библии, которые каждый моряк знает. Солос – «Безопасность жизни на море», «Safety of life at sea», STCW – «Standards of training», «Стандарты подготовки и дипломирования моряков», «Maritime Labour Convention» – «Конвенция о труде в море», которую еще Украина не приняла, но глобально она работает в море, и «Морпо» – «Защита окружающей среды». Наши пароходы загрязняют море. Что и как должно быть сделано. И это 4 книги Библии. Отлично. Итак, мы выяснили, что пока у нас еще есть время. Время есть. Время есть. И люди на море нужны. Более того, они нужны очень профессионально, в связи с тем, что жизнь стремительно движется вперед, технологии, все это удивительным образом быстро развивается. Стремительно просто. Какие-то количественные накопления, которые сейчас мощно стали переходить в новое качество абсолютно. И в этой ситуации нужны люди. Я понимаю, что в этой ситуации, мы переходим к второй части моей программы, как раз о компании Marlon Navigation, о компании, которая является удивительно качественной компанией, компанией, которая подтвердила свою репутацию. Я же понимаю, что немцы, они же тоже искали с кем работать. Точно так же, как они понравились и вам, точно так же и вы понравились им, потому что они ищут людей, на которых можно положиться. Все начиналось с людьми. Все начинается с людьми и все кончается с людьми. Начиналось все с доверия. Начинается с доверия. Вот сегодняшний день вашей компании, я знаю, что вы устраиваете самое большое количество и самое качественное устраиваете моряков абсолютно разного профиля и даете им замечательные возможности в получении образования, повышении своих квалификаций, масса разных других вещей. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, Marla Group в целом, как компания, сеть компании Marla сегодня представлена во всем мире. Это группа компаний, где основные офисы – это Кипр, Гамбург и Нидерланды. Это офисы, работающие с судовладельцами. И основное у нас мы – сервис-компания. Судовладельцы хотят видеть сервис и получить качественного, грамотного, компетентного, соответствующего отношениям марикады в рту. Наш сегодняшний день, наверное, мы крупнейшие в Украине, но не наверное, так говорит статистика, так говорят те награды, которые мы получили, которыми мы гордимся во второй год. Получаем подряд награду от журнала «Порты», при содействии журнала «Порты Украины» и Ассоциации морских портов Украины. Мы получаем награду «Employer of the Year». То есть это тот наниматель, тот, кто трудоустроил больше всего украинцев за год. Сколько? 10 тысяч, около 10 тысяч человек за год. Ну это очень просто, это 27 человек в день подписывает контракт и уходит в рейс. Это конвейер. Это бесконечный конвейер, который я увидела в вашей офисе. Это 365 дней в году, 265 дней в году, 24-7, операторы 24-7 на телефонах, потому что такое количество людей на борту всегда есть кто-то. Марва в целом, это только Украина, это только наш украинский сектор. Марва в целом гораздо больше отправок. У нас есть интересная статистика, в любой момент суток у нас 7 человек в самолете летят на пароход или с парохода. В данный момент сейчас на борту в воздухе 7 человек моряков от Марла где-то в воздухе летят куда-то садиться на самолет или сходить. Они нас почувствовали, что бы они говорили, наверняка. И слава богу, за более чем, а Марла основана сама компания с 1982 года. Хочу отдать должное авиации за 1982 года, еще ни один моряк, ничего, фу-фу-фу-фу. Стучу, я не знаю, подверг, на самолетах еще ничего, нечем долететь и хорошо добраться. То есть это такие вещи, которые требуют, с одной стороны, очень отлаженной работы. Очень отлаженной работы и большой-большого тренинга как персонала в головных офисах, так и персонала в офисах по странам, которые работают у нас. И эта работа наша строилась не с одного дня. Мы пришли, мы начинали, у нас ноль человек на борту было. И постепенно мы росли, наращивали, как пирамидка, детская игрушка наращивается, кубик за кубиком или слой за слоем знаний, умений, каких-то вещей, которые обретались. И через опыт, и через тренинги, и через обучение персоналу. Я знаю, что у вас очень тесные связи с учебными заведениями. Я знаю, что вы дружите с Херсонским морской академией. Державной морской академией. Я знаю, что это очень важно. Вы пытаетесь отобрать лучше, это понятно, потому что вы отвечаете перед судовладельцем за хорошее качество специалистов. Как вы устраиваете, как у вас проходит все это? Где-то, где-то сотрудничество наше началось, плотное сотрудничество с первым договором. Марло подписала с Херсонской, тогда еще не академией, с Херсонский морской колледж, потом был Херсонский морской институт. В 2007 году были и инвестиции. Почему? Почему Херсон, почему не Одесса? Обидно, обидно немножко. Обидно Одессе. В Херсоне и руководство, и преподаватели были готовы слышать тех людей, кто приезжали к ним, и кто говорили. И были готовы очень меняться. И менять то, что происходит. И готовить специально так, как надо. Готовиться меняться, нет, меняться и слушать. То есть это внедрение классов английского языка. Это какие-то более углубленные занятия по тем дисциплинам, которые требовались. Мы долго сотрудничали. Сейчас мы отбираем кадетов каждый год. Идет отбор кадетов, которые проходят гарантированно практику и гарантированно получают свою первую позицию. То есть либо третий помощник, либо третий помощник джуниор, третий механик джуниор, четвертый механик джуниор. Отбор где-то порядка до 100 человек. В зависимости от потребности компании, от потребности флота. Как мы отбираем? Мы смотрим оценки, мы смотрим оценки образовательные, общепрозовательные. Мы смотрим английский язык, мы смотрим мотивацию, мы смотрим психологический тест, психологический профиль. После этого приезжают из тех ребят, что отобраны 200-300 человек, приезжают представители компании. Так с Кипра, тренинг офицеры, так и наши здесь тренинг офицеры, это капитаны, это моряки. С ними беседуем, с ребятами, с каждыми. Мы оцениваем мотивацию, оцениваем знания, оцениваем желание работать. То есть это такой многоступенчатый отбор. Да, мы пользуемся тем, что мы пытаемся отобрать лучших. Дополнительно, и кстати, эти ребята не хуже относительно, мы помогаем и берем детей из семей сирот. Там же в Херсонской морской академии, в Державной морской академии и в Херсонском морском колледже, есть ребята из бедных семей, семей, где есть дети сироты. Мы им помогаем, есть определенная квота, где мы считаем необходимым помочь им и дать им возможность того же равного социального лифта. Это замечательно. Социальный лифт – это то, что очень важно в наше непростое время, дать людям возможность расти и идти дальше. Вообще работа в море – это социальный лифт. Вообще работа в море, конечно. Это один из немногих существующих легальных социальных лифтов. Давайте посмотрим. Вот простой молодой человек, в основном традиционно говорим море, молодой человек, хотя сейчас и Международная морская организация, и Международная организация труда говорят, давайте привлекать женщин в море. Да? А что женщинами сейчас? И мы следуя этой традиции отобрали девочек-кадетов. Правда? У вас будут девочки? Две девочки-кадеты. Замечательно. Можно я вам пожму руку? Можно. Мы привлекаем женщин в море. Есть женщины-капитаны. Это замечательно. Есть женщины-капитаны, есть женщины на флоте. И сегодня наша работа на флоте, она не заставляет тяжело таскать паруса. То есть она физически, да, она нравственно тяжелая. Она нравственно, это не физическая нагрузка, это нагрузка интеллектуальная в большей степени. Объемы бумаг, объемы информации, объемы всего. То есть женщина может справляться. Женщина может справляться гораздо лучше, чем мужчина в некоторых вещах. Бальзам на мою душу. Нет, я к чему это хочу сказать. И поэтому мы взяли девочек-кадетов. Страх о чем? Экипаж, 12 человек, 11 человек мужчин и молодая девочка. Ну да, иногда это проблема. Зачастую первый, второй, третий, четвертый, пятый месяц рейса. И даже та, которую Бог чуть-чуть обделил идеальными пропорциями, формами, становится афродитой. На экипажах боятся, что начнутся какие-то трения, сутолки, грубо говоря, разные из-за того, что есть женщины на борту. Когда-то говорили, баба на борту к беде. Нет, практика показала, все нормально. Кстати, филиппинцы очень вежливо, очень тактично поддерживают кадеток, которые были на борту. Поэтому пытаемся следовать этому опыту, посмотрим, как это будет происходить. Но, тем не менее, наверное, вот эти вот гендерные различия, которые мы себе вбили в морской профессии, их надо немножечко преодолевать. Да, в морской профессии они очень основательные. В нашем офисе, продолжая вот не про морскую профессию, в нашем офисе, мы понимаем четко, что на 90% это hard бизнес, жесткий бизнес, который делается soft lady's hands, мягкими руками женщин. Потому что лучше, чем женщины, многие вещи никто не сделает. Операторы у вас женщины. У нас операторы женщины. Красивые, очень приятные женщины, с которыми приятно общаться. У нас концепция. Тому, что мы делаем, не учим, не учим. Поэтому мы свой персонал берем, мы нанимаем на самом начальном уровне и смотрим, как человеку интересно то, что мы делаем. Кто-то вкладывает в эту душу желание, умение, разум, интеллект развивается. Человек хочет двигаться дальше, он получает возможность двигаться. У нас из всех операторов, кто сегодня есть в офисе, они все начинали в офисе. 7 человек начинали с начальной позиции, позиции секретаря. Все эти 7 человек, это девушки, которые начинали с позиций, нулевых позиций. Приходили просто-просто секретарем в офис. Причем не имея многие из них морского образования. Есть люди с дипломатическим образованием, языковое образование, педагогическое, водный институт, управление транспортом. Но отнюдь не human resource management. У нас на Украине пока что управления морскими ресурсами курса нет. За рубежом он есть, они достаточно дорогие. Я думаю, что это начнет и будет благодаря вашим стараниям продвигаться и здесь у нас, потому что вы работаете современно, вы работаете качественно. Жестком бизнесе, мягкими руками, так? Да. Как вы сказали. Про бизнес в истоке. Это замечательно, абсолютно сказано. И я считаю, что вы делаете громадное, важное дело. Сколько, кстати, денег везли благодаря вам в прошлом году? Ну, если прикинуть, то, наверное, где-то за год моряки украинские, нанятые через Марлова Украина, где-то завозят на Украину от 12 до 15 миллионов долларов. Это серьезные деньги. Глобально говорится о том, что на Украину в целом, вот крюинг, крюинг моряки привозят от 1 миллиарда до 2 миллиарда. Это потрясающе. То есть какая-то часть ВВП, которая, она, скажем, не валовый продукт, это та часть денег, которая здесь, на Украине, она работает. Это дети, это семьи, это социальная стабильность, это семьям есть что кушать, женам есть что одеть, что не работает. Женам есть что очень, даже есть что одеть. Где потратить, на что лечиться и так далее, и так далее. Это момент социального, скажем, такого значимого явления. Сергей Игоревич, то, что я хотела сказать, я сказали вы сами. Потому что я хотела похвалить вас и сказать массу разных добрых, теплых слов. Я буду их продолжать говорить, потому что я хочу сказать, что вы делаете чрезвычайно важное социальное дело. Вы развиваете Одессу, ваш бизнес белый, прозрачный, чистый бизнес, который дает морякам возможность чувствовать уверенность, защищенность. Это же очень важно. Быть уверенным, что он застрахован, быть уверенным, что он вовремя улетит, вовремя вернется. Он будет постоянно под вашим присмотром, под вашей защитой. Это так важно. Это человеческий бизнес, очень важный для Одессы. Ну, Одесса стала морской державой, городом морской державы. Ну, что поделать, мы сейчас морская столица, и тут никуда от этого не денемся. И мы должны иметь этот бизнес, который прославляет нас, который продвигает и развивает нас. Не боюсь пафосных слов, потому что так оно и есть на самом деле. Я хочу сказать, что компания Марлона Вигешен и Крейн, его генеральный директор Борис Эзери и весь его коллектив, представленный в данной ситуации, благодаря вам так замечательно, в нашей студии, является настоящим достоянием Одессы. Я желаю вам процветания дальнейшего, потому что все это работает на благо нашего города и нашей страны. Большое спасибо. Очень приятно, действительно, что наша работа оценена. Самое ведь главное в работе с людьми, то, что мы считаем, и когда мы учим, люди забудут то, что мы говорили. Так. И люди наверняка не будут долго помнить, что мы для них сделали. Так. Но люди будут помнить, что они чувствовали благодаря нам. Это замечательно. Сегодня в гостях моей программы «Достояние Одессы» был человек, который правильно сказал. Люди долго будут чувствовать то, что мы им сделали и то, чем мы им помогли, потому что чувства, они очень важны. Но я думаю, что люди будут помнить в том числе компанию Марлона Вигешен как компания, моряки будут помнить как компанию, которая помогла им уйти в море, чувствовать себя в море защищенным. И потом приехать, возвратиться домой, в свою семью и радоваться жизни. Дорогие друзья, я призываю вас радуйтесь жизни за окнами моря, солнце, весна, жизнь. Любите жизнь, и она ответит вам непременно взаимностью. До новых встреч. Всего вам самого доброго.